Ряд статей Кодекса об административных правонарушениях предусматривает и иной вид наказания, так называемой дисквалификации. В частности, в случае нарушения должностными лицами органов власти, органов местного самоуправления антимонопольных требований, если данные должностные лица уже ранее были подвергнуты наказанию, может быть назначено наказание в виде дисквалификации, то есть за повторность нарушения антимонопольных требований дисквалификации. В большей части все нарушения подконтрольного антимонопольного органа законодательства влекут наложение штрафа. В первом полугодии 2017 года, если говорить о текущем годе, управлением Федеральной антимонопольной службы по республике Тарстан было рассмотрено 874 административных дела. Из них завершились вынесением постановления о наложении штрафа 835 административных дел и 39 административных производств прекращено, ввиду отсутствия состава или событий административного правонарушения и ввиду малозначительности. То есть большая часть постановления о наложении штрафа – это 95% от общего количества рассмотренных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 46 миллионов рублей, если быть точной, 46 миллионов 669 тысяч 100 рублей в текущем году в отчетном периоде. Общая сумма в целом уплаченных штрафов – 14 миллионов 107 тысяч рублей, то есть оплачено 576 постановлений. Из них 456 постановлений о наложении штрафов, выданных в текущем году, и 120 постановлений, выданных в прошлые отчетные периоды, в предыдущий год. То есть 55% штрафов взысканных, уже наложенных в текущем году, это только в итоге первого полугодия, год еще не завершен. Если говорить о субъектном составе лиц, привлеченных к административной ответственности, то всего назначено наказание 631 лицу. 476 из них – должностных лиц, 125 юридических лица, привлеченных к административной ответственности, и 30 граждан за нарушение подконтрольного антимонопольного органа законодательства. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова